Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Эфир телеканала РЕН продолжает новости Анапы-регион. В студии Кристина Рабина. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Задача на праздники – встретить Новый год без происшествий. Лучший новогодний подарок – квартира. Сейчас обо всем подробнее. В Крае пройдет около 3000 праздничных мероприятий. Главная задача оперативных служб – безопасность всех направлений. Эту задачу еще раз подчеркнул на Совете безопасности, который прошел в режиме видеоконференции губернатору Кубани Вениамин Кондратьев. В совещании приняли участие вице-губернаторы, представители правоохранительных органов, руководители министерств и ведомств, главы муниципальных образований. С 30 декабря сотрудники полиции будут работать в усиленном режиме и будут помогать общественные формирования и казачьи подразделения. По словам вице-губернатора Николая Далуды, в рождественские праздники все православные храмы будут под охраной казачества. Как подчеркнул губернатор Вениамин Кондратьев, все службы должны быть готовы к любым нештатным ситуациям. В рабочем состоянии должны быть средства пожаротушения, системы оповещения при ЧАЭС и системы безопасности, а также учреждения здравоохранения и санавиации. Особое внимание губернатор уделил вопросам готовности дорожных служб к предстоящим снегопадам. Что касается снегоуборочной техники, она и другая дорожная техника в случае необходимости должна оперативно выйти на дороги и улицы края. Особенно это касается горных районов и федеральных трасс. Еще одна зона ответственности – торговля пиротехникой. Из незаконного оборота в крае изъято более 38 тысяч единиц пиротехнической продукции на общую сумму около 850 тысяч рублей. Полностью запрещено использовать пиротехнику во время проведения праздников во всех учреждениях культуры. Особое внимание детям. Ни один ребенок не останется без внимания взрослых. Продолжат работу рейдовые группы, спортивные секции, клубы, кружки будут работать без выходных. Внимание у абонентов природного газа. Нарушение правил безопасной эксплуатации бытовых приборов может привести к отравлению угарным газом, взрыву, пожару. Будьте внимательны и осторожны при пользовании газом в праздничные дни. Не допускайте к приборам детей, не пользуйтесь неисправными газовыми приборами. Не оставляйте без присмотра работающее оборудование. При запахе газа звоните по телефону 040 или 040 сотового телефона. И к другим темам. Главное в жизни каждого человека – семья, теплый дом, надежная крыша над головой. В преддверии Нового года в администрации курорта вручили ключи от новеньких квартир детям-сиротам. Вручать ключи от новеньких квартир детям-сиротам в канун новогодних праздников стало на курорте уже доброй традицией. В рамках реализации программы «Дети Кубани» семь человек обрели, наконец, собственное жилье. Имея квартиру, у вас уже появляются определенные гарантии, определенная уверенность в вашей жизни. Можно уже регистрироваться официально, да, можно трудоустраиваться, можно рожать как можно больше детей, маленьких, юных и напчан. И, конечно, очень хочется в преддверии Нового года пожелать вам всего хорошего, светлого, самого теплого. И чтобы те квартиры, ключи от которых мы сейчас вам вручим, чтобы у вас там все получалось, все было хорошо, и были только добро, тепло и свет. За каждым из сидящих в зале своя история. Сергей Герасимович остался без попечения родителей в двухлетнем возрасте. А Марьяна Билкина с 14 лет воспиталась в школе-интернате. Получать ключи от будущего жилья Марьяна пришла вместе с сестрой и сыном Данилом. Квартиру снимаем, у сестры, то у сестры, то там, то там. Своего жилья как бы не было. Эмоции, конечно, переполняют. Вообще, ну как бы сказать, не знаю ничего, очень долго ждали. Учились в училище, потом приехали домой, встали на очередь. Вот, четыре года, пожалуйста. Сегодня у Марьяны двойной праздник. Квартира стала подарком ко дню рождения. Счастливые новоселы с первых дней нового года начнут уже осваиваться в собственной жилплощади. В 2016 году еще 10 детей-сирот обретут собственное жилье. И в продолжение темы. В рамках реализации жилищных программ в 2015 году 41 житель курорта получил государственную поддержку для улучшения жилищных условий. 18 жилых помещений и спецфонда переданы по договорам найма детям-сиротам в рамках госпрограммы «Дети Кубани». В том числе три квартиры за счет муниципального бюджета. Чернобыльцы и вынужденные переселенцы получили пять государственных жилищных сертификатов. В рамках федеральной целевой программы «Жилище» получили денежную выплату две молодые семьи курорта. В следующем году продолжает действие программа обеспечения жильем молодых семей. Средства по этой программе получаемы из федерального краевого бюджета и добавляются из муниципального бюджета. Уже у нас 14 семей на следующий 2016 год признаны претендентами. И принимаются заявления до 1 августа следующего года уже на 2017 год. Поэтому хочется молодые семьи призвать, чтобы они, недолго раздумывая, шли в жилищный отдел, узнавали, какие условия программы. Наши специалисты помогут сориентироваться, по какой программе смогут участвовать, каким образом. Помогут собрать необходимый пакет документов. И уже стать участником программы в 2017 году. Еще очень интересная программа у нас в Краснодарском крае действует жилье для российской семьи. Точно так же мы принимаем заявления. На востройке можно будет приобрести жилье эконом-класса в новостройках. На востройках города Краснодара, горячего ключа. И точно так же пакет документов минимальный. Наши специалисты помогут сориентироваться и собрать пакет документов. Претендовать на участие в программе могут молодые семьи, полные и неполные, где возраст каждого из супругов не превышает 35 лет. Если семья признана нуждающейся в улучшении жилищных условий, а также имеет средства для оплаты той части стоимости жилья, которую не покрывает выплата. Подробную консультацию можно получить в жилищном отделе по адресу город Анапа, улица Крымская, 185 или по телефону 52968. Движение общественного транспорта по городским и пригородным маршрутам регулярного сообщения на территории Анапы в ночь с 31 декабря на 1 января будет осуществляться до 3.00, 6 января до 24.00. В остальные дни в соответствии с утвержденным расписанием движения на осенне-зимний период. Уходящий 2015 год был непростым для страны о том, что анапчане ждут от нового года, выясняла наша съемочная группа. Благополучие в следующем году и главное, чтобы мир, спокойствие был, я надеюсь, что и заработка побольше. Хотим, конечно же, было успокойствие, был мед, чтобы никаких этих происшествий у нас не было, жили спокойно, чтобы наши дети всегда были спокойны, мы знали, что у нас Россия большая, огромная страна. Ну как можно сейчас в наше время загадывать о чем-то? Либо машина не ломалась. На данном этапе меня больше не волнует. По-моему, что-то будет, но надеемся, как всегда, на лучшее. Может быть, хоть не такие будут цены расти. Ни на коммуналку, ни в магазинах. Да все прекрасно будет. Что может в России плохого быть? Только хорошее. В связи со строительством тепловых коммуникаций с 4 января с 8.00 до 17.00 5 января 2016 года будет перекрыто сквозное движение на участке улицы Лермонтова от улицы Ленина до Астраханской. ООО «Теплоэком» приносит сенопчанам и гостям курорта извинения за временное неудобство. Управление здравоохранения сообщает, что амбулаторно-поликлиническая служба, включая диагностические подразделения подведомственных учреждений, работает 31 декабря 2015 года до 14 часов. 5 января и 8 января 2016 года – полный рабочий день. В остальные нерабочие праздничные дни амбулаторно-поликлинические учреждения работают по графикам дежурств. И завершит выпуск прогноз погоды. В четверг 31 декабря в Анапе облачно, небольшой снег. Температура воздуха днем – минус 3, минус 5 градусов. Ночью – до минус 5. Ветер северо-восточный – 6-9 метров в секунду. Атмосферное давление – 764 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды – плюс 5 градусов. В пятницу 1 января в Анапе ясно без осадков. Температура воздуха днем – минус 4, минус 6 градусов. Ночью – до минус 6. Ветер северо-восточный – 5 метров в секунду. Атмосферное давление – 764 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды – плюс 5 градусов. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». За квадратный метр на первом и последнем этажах в подарок 2016 рублей. Акция 2016 действует только до 31 декабря 2015 года. Новая квартира по привлекательной цене. Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. Увидимся в новом 2016 году. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300.